Похоже, сегодня один из тех невероятных дней, когда в Грузию приезжает боец UFC, чемпион организации, и сегодня мы проводим интервью с Пуатаном Алексом Перейрой, обладателем двух поясов в среднем и полутяжелом весе UFC. Алекс, с приездом в Грузию, мы очень рады видеть тебя здесь, и мой первый вопрос, как тебе Грузия? Какие у тебя первые впечатления от приезда сюда? Первые впечатления хорошие, меня очень здорово приняли здесь. Мы приехали вчера очень поздно вечером, наверное, часа в два ночи даже, возможно, позже, поэтому особо не выходили на улицу, вышли только сегодня с утра. Ты пробовал уже что-то из грузинских национальных блюд? Вчера мы прилетели, вышли с самолета, были голодные, пошли в ресторан, попробовали там много разной еды, разных блюд, все понравилось. Сейчас от Грузии выступает пять бойцов в UFC, ты знаешь кого-нибудь из них? Ну, особо не знаю по именам, наверняка видел их. Те, кто за мной следит, знают, что я особо не изучаю бойцов, поэтому, честно говоря, подробно не могу ничего сказать. Я относительно недавно пришел в UFC, только сейчас знакомлюсь с бойцами, но со временем, безусловно, буду осваиваться лучше. Совсем скоро грузинский боец Илья Тапурия будет биться за пояс чемпиона с Алексом Волкановски. Знаешь ли ты его и есть ли у тебя прогноз на этот бой? Да, безусловно, это будет сложнейшее противостояние, упорная борьба, поскольку оба являются спортсменами высочайшего уровня, как обладатель титула, так и претендент. В Грузии любой боец, выступающий в UFC, является всенародным любимцем. Его очень поддерживают и сильно за него болеют. Расскажи, как к тебе относятся в Бразилии, как ценят твое чемпионство на родине? Какие изменения по отношению к себе ты заметил, когда стал обладателем двух поясов UFC? С того момента, как я попал в UFC, публика стала меня узнавать, появилось особое уважение. Сейчас они смотрят на меня другими глазами, не только в Бразилии, но и американская публика. Да, конечно, факт того, что я не знаю языка, не дает мне возможности с ними особо общаться, но мне нравится то, как меня принимают, я очень этим доволен. Сейчас очень много слухов ходит о потенциальном поединке на UFC 300 и особенно о бои с Томом Аспиналом. Невероятное количество разговоров, особенно в медиапространстве. В связи с этим интересно узнать, были ли с тобой проведены переговоры по поводу участия на UFC 300, особенно с Аспиналом. На данный момент я не могу ничего подробно сказать, что именно грядет. Мы ждем анонс с их стороны, главного боя на UFC 300 и еще турнира в Бразилии. У них есть своя стратегия, я не буду туда лезть. Хорошо, но можешь ты нам тогда сказать, есть ли у тебя уже мысль, что однажды ты будешь биться за пояс в тяжелом весе? Как я уже говорил неоднократно, когда я бился в среднем весе, меня спрашивали, перейду ли я в полутяжелую весовую категорию, поскольку я большой и сильный. Я отвечал, мне неплохо и в среднем весе, но как только мое тело мне скажет, что пора переходить, я это сделаю. Так и произошло. Так что если мой вес будет расти, то да, поскольку я тренируюсь, мое тело тоже меняется. Многие интересуются, какой твой настоящий вес, с какого веса ты начинаешь сбрасывать. Сейчас я вешу 102 килограмма, к следующему бою хочу набрать 105 килограммов, а вообще во время боя я обычно вешу 103. Правда, что ты набрал почти 20 килограммов перед боем с Адесанией? В первом бою я весил довольно много, около 106 килограммов. Потом согнал до 84 снова, то есть где-то 22 килограмма было. Вызов Адесанией после того, как ты побил Иржи Прохаску, был воспринят очень здорово. Общественностью многим показалось, что ты хочешь таким образом помочь своему старому сопернику вернуться. Был ли какой-то ответ со стороны Исраэля по поводу этого вызова? Ответа не было. Он воспринял это как шутку. Всерьез он это не воспринял. Почему? Ответ знает только он. Мы поняли, что с его стороны нет интереса в проведении этого боя. Если UFC снова предложит тебе сразиться за пояс чемпиона в среднем весе, ты примешь такой вызов или история в этом дивизионе для тебя завершена? Сейчас моя цель защитить пояс в полутяжелом весе. На этом я сконцентрировал все свои усилия, даже сделал пост об этом. Я знал, что в этом не будет особого смысла, но если поразмыслить и подумать, то думаю, я смогу спуститься на категорию ниже снова. Но сейчас это не является моей целью. Моя цель защитить пояс в моем весе. В качестве первой защиты какой оппонент интригует тебя больше? Джамал Хил или Магомед Инкалаев? Думаю, что для зрителей больше интересен Джамал Хил. Полагаю, больше хотят увидеть именно этот бой. Но я также хотел бы провести поединок с Инкалаевым. Многие говорят, что сражение с ним станет более тяжелым для меня, потому что он будет пытаться со мной бороться, и таким образом станет неудобным соперником. Но у тебя нет принципиальной позиции, чтобы сразиться определенно с кем-то из них? Нет, мне все равно, с кем биться. С любым из них я с радостью проведу бой. Ты элитный кикбоксер. Ты выиграл два пояса в Глори, лучшая организация мира в этом виде спорта. Пришлось ли тебе столкнуться с какими-то трудностями при переходе в ММА? И если да, то с какими? Что бы ты посоветовал другим кикбоксерам, которые планируют такой же переход, на что обратить внимание? Я уже давно занимаюсь ММА. Многие думают, что я относительно недавно перешел из кикбоксинга в смешанное единоборство. Но в 2015 году я провел три боя по правилам ММА. Потом я сделал паузу из-за кикбоксинга, решил сконцентрироваться на нем. Но затем, когда я сделал окончательный переход, а это произошло три года назад, тот опыт 2015 года мне очень сильно помог. Самая большая трудность – специфика тренировок, ничего больше. Переходить с одного вида спорта на другой тяжело. Совет один – иметь рядом с собой людей, у которых есть опыт выступлений, таких, как Гловер Тейшейра. Человек с блестящей карьерой, который был чемпионом. Кстати, бой с Иржи Прохаской – это был акт возмездия за Гловера Тейшейру, ведь он твой тренер, твой напарник, твой лучший друг. Считал ли ты это противостояние принципиальным? Нет, такого настроя у меня не было. Я подошел к этому бою с умом и холодной головой. Возможно, иногда мне это даже мешало в каких-то моментах, вероятно. Иногда это не давало мне держать постоянную концентрацию. Но я провел подготовку, выступил. Гловер, кстати, тоже не считал это соперничество принципиальным. Последний вопрос. Когда мы увидим твою первую победу с Абмишиным? Я очень упорно тренируюсь, наблюдается уже заметный прогресс. Я доволен своими тренировками. У меня есть своя стратегия и путь. Я рад, как проходит моя подготовка, и результаты говорят сами за себя. Если представится возможность, я, конечно, постараюсь закончить бой с Абмишиным. На этом все. Пожалуй, спасибо большое за интервью.